Книга четвертая, 1730-1731 годы Приезжаю, и уже не застаю ее. Пусть представит себе мое удивление и горе. Вот когда я почувствовал раскаяние, что так предательски покинул Леметро. Но оно стало еще острее, когда я узнал о постигшем его несчастье. Ящик с нотами, заключавший в себе все его богатство, драгоценный ящик, спасенный ценою таких усилий, по прибытии в Леон был захвачен стараниями Дортана, уведомленного по распоряжению Женевского капитула о тайном похищении. Напрасно требовал Леметер, чтобы ему вернули его имущество, средства к существованию, труд всей его жизни. Собственность на этот ящик могла бы быть установлена хотя бы судом, его не было. Дело было решено в одно мгновение законом сильнейшего, и таким образом бедный Леметер лишился плодов своего таланта, труда всей своей молодости и обеспечения на старость. Налицо было все, чтобы сделать полученный мною удар сокрушающим. Но я был в том возрасте, когда даже большие неприятности не подавляют, и скоро я принялся изобретать себе утешение. Я рассчитывал в недалеком будущем получить какие-нибудь известия от госпожи Доворанс, хотя не знал ее адреса, а она не была осведомлена о моем возвращении. Что касается моего дезертирства, то, взвесив все, я не считаю его в конце концов таким преступным, я был полезен господину Леметеру во время его бегства. Вот единственная услуга, которую я мог ему оказать. Если бы я оказался с ним во Франции, я не вылечил бы его, не спас бы его ящик, а только удвоил бы его расходы, не имея возможности принести ему никакой пользы. Вот как смотрел я тогда на это дело. Теперь смотрю иначе. Дурной поступок мучает нас не тогда, когда он только что совершен, а когда спустя долгое время вспоминаешь его, потому что память о нем не угасает. Единственное, что я мог предпринять, чтобы получить известие о маменьке, это ожидать их. Где же было искать ее в Париже и на какие средства совершить путешествие туда? Не было места более верного, чем Анны Си, чтобы рано или поздно узнать, где она. И я остался там. Но вел я себя довольно плохо. Я не пошел к епископу, который оказал мне покровительство и мог оказать его в дальнейшем. Возле него не было моей заступницы, и я боялся выговора за наше бегство. Тем более не пошел я в семинарию. Господина Гро там уже не было. Я не повидался ни с кем из своих знакомых, и хотя мне очень хотелось посетить жену интенданта, я не осмелился пойти к ней. Я сделал нечто худшее. Разыскал Вантюра, о котором, несмотря на все свое восхищение, с самого отъезда ни разу даже не вспомнил. Он стал блестящим балованием всего Анны Си. Среди дам он был нарасхват. Такой успех окончательно вскружил мне голову. Я виделся только с господином Вантюром, и он заставил меня почти забыть о госпоже де Варанс. Чтобы пользоваться его уроками с большим удобством, я предложил ему разделить со мной его жилье. Он согласился. Квартировал он у сапожника, забавного человека, большого шутника, называвшего жену не иначе как Неряха, прозвище вполне заслуженное. У него происходили с ней стычки, которые Вантюр старался продлить, делая вид, будто добивается обратного. Он говорил им холодным тоном, с провансальским акцентом, слова, производившие чрезвычайный эффект. От этих сцен можно было помереть со смеху. Таким образом, утро проходило незаметно. В два или три часа мы закусывали, Вантюр отправлялся к своим знакомым, где и ужинал, а я шел один гулять, размышляя о его великих достоинствах и проклиная свою злосчастную звезду, не призывавшую меня к той же счастливой жизни. Как плохо я в этом разбирался! Моя жизнь была бы в оста крат более радостной, если б я был не так глуп и умел лучше наслаждаться ею. Госпожа де Варанс взяла с собой только Клода Ане. Она оставила дома свою горничную Мерсере, о которой я уже упоминал, и та по-прежнему занимала помещение своей хозяйки. Мадемуазель Мерсере, немного постарше меня, была девушка не то чтобы красивая, но довольно приятной наружности, бесхитростная, добродушная уроженка Фрибура. Я не знал за ней других недостатков, кроме того, что она порой бывала строптива со своей госпожой. Я довольно часто заходил к ней. Это была старая знакомая, напоминавшая мне более дорогое существо, и это заставляло меня любить ее. У нее было несколько подруг, между прочим, некая мадемуазель Жиро, уроженка Женевы, которой я как на грех понравился. Она постоянно упрашивала Мерсере привезти меня с собой. Я давал себя увлечь, потому что хорошо относился к мадемуазель Мерсере, и потому что там бывали и другие молодые девушки, с которыми мне было приятно встречаться. Мадемуазель Жиро всячески заигрывала со мной, но невозможно передать, какое великое отвращение я питал к ней. Когда она приближала к моему лицу свою сухую черную физиономию, перепачканную в испанском табаке, я еле сдерживался, чтобы не плюнуть. Но я вооружался терпением. Если б не она, мне было бы очень хорошо среди всех этих девушек. Для того ли, чтобы подслужиться к мадемуазель Жиро, или ради меня самого, они все наперебой баловали меня. Я видел во всем этом только дружеское расположение. Впоследствии я сообразил, что от меня самого зависело получить нечто большее, но в то время это не приходило мне в голову. К тому же портнихи, горничные, продавщицы не прельщали меня. Мне нужны были барышни. У каждого свои причуды, такова была моя. Но на этот счет я другого мнения, чем гурацей. Однако меня влечет не тщеславие, а чувственность. Более свежий цвет лица, более красивые руки, более изящный наряд, общее впечатление утонченности и чистоты во всей внешности, больший вкус в манере одеваться и в выражениях, более изысканное и лучше сшитое платье, более изящная обувь, ленты, кружева, более удачная прическа. Я всегда отдам предпочтение женщине, менее красивой, но имеющей больше всего этого. Я сам нахожу это предпочтение смешным, но мое сердце отдает его помимо моей воли. И вот эти преимущества снова были налицо, и от меня зависело воспользоваться ими. Как радостно мне время от времени снова воскресить в памяти приятные мгновения моей молодости. О, как они были сладостны! Они были так кратки, так редки, и я наслаждался ими, так мало платя за это. Ах, одно воспоминание о них еще пробуждает в моем сердце чистую радость, необходимую для того, чтобы снова придать мне бодрости и помочь мне переносить невзгоды на склоне моих дней. Однажды утром заря показалась мне такой прекрасной, что, наскоро одевшись, я поспешил выбраться за город, чтобы полюбоваться восходом солнца. Я насладился этим зрелищем во всем его очаровании. Это было через неделю после Иванова дня. Земля, надевшая самый пышный свой наряд, была покрыта травой и цветами. Соловьи, перед тем, как совсем прекратить свое пение, как будто нарочно распевали особенно громко. Все птицы, хором прощаясь с весной, славили рождение прекрасного летнего дня одного из тех, каких уже не увидишь в моем возрасте и каких никогда не видали в унылой местности, где я теперь живу. Я не заметил, как удалился от города. Жара усиливалась, и я прогуливался под тенью деревьев в небольшой долине, где протекал ручей. Вдруг я услышал позади себя стук лошадиных копыт и девичьи голоса. Девушки, казалось, попали в затруднительное положение, но тем не менее смеялись от души. Оборачиваюсь. Меня называют по имени, подхожу и вижу двух знакомых мне молодых особ, мадемуазель де Графенридт и мадемуазель Галлей, которые, не будучи особенно искусными наездницами, не знали, как заставить своих лошадей перейти через ручей. Мадемуазель де Графенридт была уроженкой Берна, молодая, очень милая девица. Вследствие какого-то легкомысленного поступка, свойственного ее возрасту, она была выброшена за пределы своей родины и последовала примеру госпожи де Варанс, у которой я иногда встречал ее. Не обеспеченная, однако, никакой пенсией, она обрадовалась возможности пристроиться к мадемуазель Галлей. Последняя сразу почувствовала к ней дружеское расположение, упросила свою мать пригласить ее в качестве компаньонки, пока ее не удастся куда-нибудь устроить. Мадемуазель Галлей была на год моложе и еще миловиднее. В ней было что-то более нежное, более утонченное, она была хрупкая, но в то же время сформировавшаяся и находилась в расцвете девической красоты. Они нежно любили друг друга, и хороший характер обеих сулил их дружбе долговечность, нарушить которую мог бы только какой-нибудь возлюбленный. Они рассказали мне, что едут в Тун, старинный замок, принадлежащий госпоже Галлей. Они умоляли меня помочь им, так как сами не могли справиться с лошадьми и заставить их перейти ручей. Я хотел было прибегнуть к хлысту, но они испугались, что я пострадаю от ударов копыт, а они сами от неожиданных скачков. Тогда я придумал другой способ. Я взял за повод лошадь мадемуазель Галлей и, ведя ее за собой, перешел ручей по колено в воде. Другая лошадь послушно последовала за первой. Покончив с этим делом, я хотел, как дурак, раскланяться с барышнями и идти своей дорогой. Они в полголоса перекинулись несколькими словами, и мадемуазель де Графенрид произнесла, обращаясь ко мне, нет, нет, от нас так легко не отделаешься, вы вымокли, желая оказать нам услугу, и мы по совести должны позаботиться о том, чтобы вы могли как следует обсушиться. Извольте идти с нами, мы берем вас в плен. Сердце мое билось, я смотрел на мадемуазель Галлей. Да-да, прибавила она, смеясь над моим испуганным видом, вы наш пленник. Садитесь на лошадь позади моей подруги, мы хотим рассчитаться с вами. Но, сударыня, я не имел чести быть представленным вашей матушке, что она скажет, увидев меня? Ее матери нет в Туне, перебила мадемуазель де Графенрид. Мы одни. В город вернемся сегодня вечером, и вы вернетесь с нами. Эти слова подействовали на меня, как электрический ток. Задрожав от радости, я кинулся к лошади мадемуазель де Графенрид, а когда пришлось обхватить наездницу руками, чтобы не соскользнуть с седла, сердце мое забилось так сильно, что она это заметила. Она сказала мне, что боится упасть, сердце у нее тоже бьется. Принимая во внимание обстановку, это было почти приглашением проверить сказанное на деле. Но я не осмелился, и во время всего переезда обе руки мои служили ей поясом, правда, довольно тугим, но ни на минуту не изменившим своего положения. Иная женщина, прочтя это, охотно надавала бы мне пощечин и была бы права. Веселое путешествие и болтовня девушек сделали меня до такой степени разговорчивым, что до самого вечера и во все время, пока мы были вместе, мы не умолкали ни на минуту. Они привели меня в такое хорошее настроение, что мой язык говорил столько же, сколько мой взгляд, хоть и не то же самое. Только изредка, на несколько секунд, пока я находился наедине с той или другой из них, беседа становилась несколько более принужденной, но отлучавшаяся быстро возвращалась, не давая нам времени рассеять замешательство. По приезде в Тун, после того, как я просушил свою одежду, мы позавтракали. Затем нужно было перейти к важному занятию приготовления обеда. Стряпая, девушки время от времени целовали детей арендаторши, а бедный поваренок только смотрел на них, не говоря ни слова. Провизию прислали из города, и было из чего приготовить прекрасный обед, особенно по части лакомства. Но, к сожалению, позабыли о вине. Эта забывчивость не удивила девушек, которые вовсе его не пили, но мне было досадно, так как я немного рассчитывал на это средство, чтобы придать себе смелости. Им это тоже было неприятно, может быть, по той же причине, но я этого не думаю. Их оживление и очаровательная веселость были воплощением невинности, да и на что я им был один на двоих. Они послали поискать вина в окрестностях, но его нигде не нашлось, настолько трезвы и бедны жители этого кантона. Когда барышни высказали мне свое сожаление по этому поводу, я попросил их не огорчаться, заявив, что они и без вина опьяняют меня. Это была единственная любезность, которую я осмелился сказать им за целый день, но, мне думается, плутовки отлично видели, что она соответствует действительности. Мы обедали в кухне арендаторши. Подруги сидели на скамейках по обе стороны длинного стола, а их гость между ними на трехногой табуретке. Что это был за обед? Какое очаровательное воспоминание! Зачем, имея возможность без всякого ущерба наслаждаться такими чистыми и подлинными радостями, желать других? Никакой ужин в парижских ресторанах не может сравниться с этим обедом. Я говорю не только о веселье, о тихой радости, но также о самом удовольствии от еды. От обеда мы кое-что сэкономили. Вместо того, чтобы выпить кофе, оставшийся у нас от завтрака, мы приберегли его, чтобы полакомиться им со сливками и пирожными, которые они привезли с собой. А чтобы не дать нашему аппетиту заглохнуть, мы отправились в сад закончить нашу трапезу вишнями. Я влез на дерево и кидал им пригоршни вишен, а они сквозь ветвью бросали в меня косточками. Раз мадемуазель Галлей, протянув фартук и откинув голову, стало так удобно, а я прицелился так метко, что одна пригоршня попала прямо ей на грудь. Сколько было смеху! Я говорил себе, зачем мои губы не вишни? С каким наслаждением они коснулись бы ее груди? День прошел в шалостях, совершенно непринужденных, но чуждах всякой непристойности. Ни одного двусмысленного слова, ни одной рискованной шутки, и это соблюдение приличий вовсе не было преднамеренным. Оно создавалось само собой, мы усваивали тон, который диктовали нам наши сердца. Одним словом, моя скромность, иные скажут, моя глупость, была такова, что самая большая вольность, которую я себе позволил, заключалась в том, что я один-единственный раз поцеловал руку мадемуазель галей. Правда, обстоятельства придавали этой незначительной милости с ее стороны особую цену. Мы были одни, я задыхался от волнения, ее глаза были опущены, я не находил нужных слов, но дерзнул прильнуть губами к ее руке. Она тихонько отвела руку после моего поцелуя, бросив на меня ничуть негневный взгляд. Не знаю, что я мог бы сказать ей. Вошла ее подруга, в это мгновение показавшаяся мне некрасивой. Наконец они вспомнили, что не следует дожидаться ночи для возвращения в город. У нас едва оставалось достаточно времени, чтобы вернуться засветло, и мы поспешили тронуться в путь в том же порядке, как приехали. Если б я посмел, я изменил бы этот порядок, так как взгляд мадемуазель Дагаллей живо затронул мое сердце. Но я не осмелился ничего сказать, а она, конечно, не могла предложить это. В пути мы жалели о том, что день кончился, но нисколько не жаловались на то, что он был короток. Напротив, мы считали, что нам удалось сделать его долгим при помощи тех развлечений, которыми мы заполнили его. Я покинул их недалеко от того самого места, где они встретили меня. С каким сожалением мы расстались? С каким удовольствием намечали новую встречу? двенадцать часов, проведенных вместе, равнялись для нас целым столетиям близкого знакомства. Сладкое воспоминание об этом дне не было связано для этих милых девушек ни с каким ущербом, нежное единение, царившее между нами троими, не уступало в наших глазах более острым наслаждением и не могло бы с ними ужиться. Мы любили друг друга без тайн и стыда и хотели впредь любить друг друга такой любовью. В невинных отношениях есть своя доля сладострастия, которая не уступает другому его виду, так как не знает перерывов и длится долго. Что касается меня, то я знаю, что память об этом прекрасном дне трогает, очаровывает меня и более свежа в моем сердце, чем воспоминания о других радостях, когда-либо испытанных мной. Я сам не знал как следует, чего хотел от этих двух прелестных девушек, но обе очень привлекали меня. Я не говорю, что если это от меня зависело, разделил бы свое сердце. Я чувствовал, что в нем уже возникло предпочтение. Я считал бы за счастье иметь любовницей мадемуазель де графен Рид, однако если б я мог выбирать, то предпочел бы иметь ее наперсницей. Как бы то ни было, когда я расставался с ними, мне казалось, что я не могу жить без той и без другой. кто сказал бы мне, что я больше никогда в жизни не увижу их, и что наша эфемерная любовь кончится на этом? Те, кто прочтет, посмеются, конечно, над моими любовными приключениями, увидев, что после долгих предисловий самые смелые из них кончаются поцелуем руки. О, мои читатели, не заблуждайтесь, любовь, завершившаяся поцелуем руки, приносила мне, быть может, больше радостей, чем вы когда-нибудь испытываете от своей любви, начав по меньшей мере с этого. Вантюр, который накануне лег спать очень поздно, вернулся вскоре после меня. На этот раз я увидел его с меньшим удовольствием, чем обыкновенно, и поостерегся сообщить ему, как провел день. Барышни отзывались о нем весьма неуважительно и, казалось, были недовольны, что я попал в такие дурные руки. Это повредило ему в моем мнении. Да и все, что отвлекало меня от них, не могло быть мне приятным. Однако он привлек мое внимание к себе и ко мне самому, заговорив о моем положении. Оно было весьма критическим и не могло долго продолжаться. Хотя я тратил очень мало, мои скромные сбережения подходили к концу. Я оставался без всяких средств. От маменьки не было никаких известий. я не знал, что делать, и сердце мое больно сжималось при мысли, что друг, мадемуазель Галлей, доведен до нищеты. Вантюр сказал мне, что говорил обо мне с помощником Сенешаля и хочет завтра пойти со мной к нему. Помощник Сенешаля может быть мне полезен через своих друзей. Вообще это хорошее знакомство. Человек он умный и начитанный, очень приятный в обхождении, у него есть кое-какие таланты, и он умеет ценить их в других. Сенешаль начальник округа и коронный судья. Потом по своему обыкновению, примешивая легкомысленный вздор к самым серьезным вопросам, Вантюр показал мне забавный куплет, полученный из Парижа на мотив из оперы Муре, шедший в то время. Этот куплет так понравился господину Симону, так звали помощника Сенешаля, что он захотел сочинить в ответ такой же и на тот же мотив. Он велел Вантюру тоже написать такой куплет, а тому пришла в голову шальная мысль заставить меня сочинить третий, по его словам, для того, чтобы увидеть на другой день появление этих куплетов, подобно носилкам в комическом романе. Комический роман произведения Скорона 1610-1660-й, одно из наиболее ранних и ярких проявлений реализма во французской литературе 17-го века. В седьмой главе первой части рассказывается о том, как к дверям деревенской гостиницы прибыли одни за другим четверо конных носилок, как будто все носилки этой провинции назначили друг другу свидание по важному делу или собрались на совет и, кажется, уже начинают совещание. Об этом эпизоде романа упоминается также в книге «Шестой исповеди». Ночью мне не спалось и я написал куплет как сумел. Для первых стихов когда-либо сочиненных мной они были вполне сносны, так как темой их были очень нежные отношения, к которым мое сердце было теперь так расположено. Утром я показал свой куплет Вантюру. Он одобрил его и положил в карман, не сказав мне даже, сочинил ли сам то, что ему полагалось. Мы пошли обедать к Симону, который хорошо принял нас. Беседа была интересная, да и не могла быть иной, так как вели ее два умных человека, которым к тому же чтение пошло впрок. Что касается меня, то я исполнял свою роль, слушал и молчал. Ни тот, ни другой не говорили о куплетах. Я тоже молчал об этом, и, насколько мне известно, о моем произведении речь так и не заходила. Господин Симон, видимо, остался доволен моими манерами. Это едва ли не все, что он заметил во мне за это свидание. Он уже несколько раз встречал меня до этого у госпожи доваранс, но не обращал на меня особенного внимания. Таким образом, я могу считать именно этот обет началом нашего знакомства, и хотя оно не принесло мне никакой пользы для достижения той цели, ради которой я его завел, впоследствии я извлек из него немало других выгод, и с удовольствием вспоминаю об этом. Я поступил бы неправильно, если б не упомянул о его наружности, потому что при его судейском звании и остроумии, которым он любил щегольнуть, трудно было бы представить ее себе, если б я умолчал об этом. Помощник Сенешали Симон был ростом не выше двух футов. В парижской рукописи трех футов. Его ноги, прямые, тонкие и даже довольно длинные, значительно увеличили бы его рост, если бы были вертикальны. Но дело в том, что они были расставлены в кость, как ножки широко раздвинутого циркуля. Туловище у него было не только короткое, но и тощее, и во всех отношениях невероятно малых размеров. Голый он, наверное, был очень похож на кузнечика. Черты лица были у него правильные, благородные, глаза довольно красивые, голова нормальной величины и казалось чужой, словно ее насадили на обрубок. Он мог не тратиться на нарядное платье, так как его большой парик одевал его с головы до ног. У него было два голоса, совершенно различных, которые постоянно перемежались во время разговора, представляя контраст, сначала очень забавный, но скоро становившийся очень неприятным. Один был важный и звучный, это был, если смею так выразиться, голос его головы. Другой высокий, резкий и пронзительный был голосом его туловища. Когда он прислушивался к себе, говорил не спеша, берег дыхание. Он мог говорить все время низким голосом, но как только он увлекался и начинал говорить с жаром, голос его становился похожим на свист в ключ. И ему стоило громадных усилий снова заговорить басом. При такой наружности, описанной мною без всякого шаржа, господин Симон был галантен, большой мастер говорить любезности и доводил до кокетства заботу о своем наряде. Стремясь показаться людям в выгодном для себя положении, он охотно давал утренние аудиенции лежа в постели, так как никто, видя на подушке красивую голову, не подумал бы, что кроме головы больше ничего нет. Это давало повод к сценам, о которых, вероятно, помнит еще весь Анны Си. Однажды утром, когда он ожидал просителей лежа в постели, или, вернее, возлежа на ней, в нарядном ночном чипце очень тонкого полотна и очень белом, украшенном двумя большими буфами из розовых лент, является крестьянин. Стучится в дверь. Служанки в комнате не было. Господин Симон, услыхав повторный стук, крикнул «Войдите!» и этот возглас, довольно громкий, прозвучал визгливо. Крестьянин входит, старается разобрать, откуда исходит этот женский голос, видит в постели чипец, банты и хочет удалиться, принеся даме свои извинения. Господин Симон сердится и принимается кричать еще пронзительней. Крестьянин, еще более убежденный в правильности своего предположения и считая себя оскорбленным, начинает ругать обидчицу, говорит, что она, видно, просто потаскушка и что господин помощник Сенешаля подает у себя в доме плохие примеры. Разъяренный господин Сенешаль, не имея под рукой другого оружия, кроме ночного горшка, уже готов был пустить его в голову бедного малого, но тут вошла домоправительница. Этот карлик, столь жестоко обездоленный природой в отношении внешности, получил возмещение со стороны ума. Его ум был тонок от природы, и он постарался украсить его. Он считался хорошим юристом, но не любил своего ремесла. Он пустился в изящную литературу и достиг здесь некоторого успеха. Он усвоил себе из нее главным образом блестящую форму, красоту слова, придающую приятность всякой беседе даже с женщинами. Он знал наизусть все остроты, помещаемые в сборниках шуток и каламбуров, и умел удачно их преподнести, передавая интересно, таинственно и, как недавнее происшествие, то, что случилось лет шестьдесят тому назад. Он знал музыку и недурно пел низким мужским голосом, словом, обладал разнообразными талантами, необычными для судьи. Умея угождать дамам Анны-Си, он вошел среди них в большую моду. Они держали его при себе, как маленькую ручную обезьяну. Он претендовал даже на настоящий успех, и это очень их забавляло. Некая госпожа Эпаньи говорила, что высшую милостью для него было поцеловать женщине колено. Так как он читал много хороших книг и охотно говорил о них, беседа с ним была не только интересна, но и поучительна. Впоследствии, когда я вошел во вкус научных занятий, я дорожил знакомством с ним, и оно было мне на пользу. Иногда я ходил к нему из Шамбери, где жил в то время. Он хвалил и поощрял мое рвение и давал мне хорошие советы, по части выбора книг нередко очень дельные. К несчастью, в этом тщедушном теле таилась очень чувствительная душа. Несколько лет спустя с ним случилась какая-то неприятная история, которая огорчила его, и он от этого умер. Мне его жаль. Он был безусловно хороший человек. Обычно над ним сначала смеялись, но в конце концов привязывались к нему. Хотя жизнь его была мало связана с моей, я получил от него полезные уроки и считаю себя вправе из чувства благодарности посвятить ему краткое воспоминание. как как только я освободился я побежал на ту улицу, где жила мадмузель Галлей, льстя себя надеждой, что увижу, как кто-нибудь войдет или выйдет или хотя бы откроется окно. Не тут-то было, не появилось ни души. За все время, что я стоял там, дом оставался запертым, как будто в нем никто не жил. Улица была небольшая и пустынная, человека сразу можно было на ней заметить. Время от времени кто-нибудь проходил или выходил из дома поблизости. Меня очень смущал мой вид. Мне казалось, что все замечают, для чего я стою здесь. И эта мысль терзала меня, так как я всегда предпочитал своим удовольствием честь и спокойствие тех женщин, которые были мне дороги. Наконец, устав изображать влюбленного испанца и не имея гитары, я решил пойти домой и написать мадемуазель де графенрид письмо. Я предпочел бы написать ее приятельнице, но не осмеливался. Приличие требовали, чтобы я обратился сначала к тому, кому был обязан знакомством, с интересовавшей меня особой, и кого я лучше знал. Написав письмо, я отнес его к мадемуазель Жиро, как было условлено между нами при прощании. Они сами указали мне этот путь. мадемуазель Жиро была вышивальщица и, так как работала иногда у госпожи Галлей, имела свободный доступ к ней в дом. Выбор посредницы казался мне не особенно удачным, но я боялся, что, возражая против этой, не получу взамен другой. Кроме того, я не посмел сказать, что она не прочь действовать в своих собственных интересах. Мне казалось оскорбительным, что она может считать себя в моих глазах представительницей того же пола, что и эти барышни. Наконец, я предпочитал этот способ передачи отсутствию всякого другого и решил пойти на риск. Жиро с первого слова угадала, в чем дело. Это было нетрудно. Если бы даже письмо, предназначенное для молодых девушек, не говорило само за себя, мой глупый и смущенный вид тотчас выдал бы меня. Понятно, что это поручение доставляло ей не слишком большое удовольствие, однако она согласилась и выполнила его добросовестно. На следующее утро я побежал к ней и получил ответ уже ожидавший меня. Как я торопился уйти, чтобы читать и целовать его в волю? Об этом нет нужды говорить, но заслуживает быть отмеченным поведение мадемуазель Жиро. Она проявила больше деликатности и скромности, чем я мог бы от нее ожидать. Имея достаточно здравого смысла, чтобы понять, что при ее 37-летнем возрасте заячьих глазах, запачканном носе, резком голосе и черной коже она оказалась бы в не особенно выгодном положении рядом с двумя молоденькими девушками, полными прелести и в расцвете красоты, она не захотела ни предавать их, ни служить им и предпочла потерять меня, чем сохранить для них. Уже в течение некоторого времени Мерсере, не получая никаких известий от своей хозяйки, подумывала о том, чтобы вернуться в Фрибург. Жеро помогла ей принять окончательное решение. Она сделала больше. Она дала ей понять, что хорошо было бы, чтобы кто-нибудь проводил ее к отцу и предложила меня в провожатые. Мерсере, которой я тоже не был противен, нашла эту мысль вполне подходящей. Они заговорили со мной об этом в тот же день, как о деле решенном, и я, не видя в этой манере распоряжаться мной ничего неприятного, согласился, полагая, что путешествие займет не больше недели. Жеро была другого мнения. И устроила все. Пришлось признаться в плохом состоянии моих финансов. Об этом нечего было беспокоиться. Мерсере взялась оплатить все мои расходы, а чтобы возместить затрату, было решено по моей просьбе, что она отправит вперед свой небольшой багаж, мы же не спеша пойдем пешком. Так и сделали. Мне неловко говорить о том, что столько девушек были в меня влюблены. Но так как я не могу похвастаться, что умел пользоваться этой влюбленностью, то, думается, мне вправе рассказывать всю правду, не стесняясь. Мерсере была моложе Жиро, менее опытна и никогда не заигрывала со мной открыто. Но она подражала моему голосу, произношению, повторяла мои слова, оказывала мне услуги, которые я должен был бы оказывать ей, и, будучи крайне боязливой, очень хлопотала о том, чтобы мы с ней ночевали в одной комнате. При такой близости во время путешествия двадцатилетняя юноша и двадцатилетняя девушка редко останавливаются на этом. Однако на этот раз дело этим ограничилось. Мерсере не была лишена привлекательности, но я был так простодушен, что не только не попытался завести с ней любовную интрижку, но даже ни разу не подумал об этом. А если бы такая мысль пришла мне в голову, я по глупости не сумел бы воспользоваться случаем. Я не представлял себе, как эта юноша и девушка доходит до того, чтобы лечь вместе. Мне оказалось, что нужны века, чтобы подготовить эту страшную комбинацию. Если бедная Мерсере, оплачивая мои расходы, рассчитывала получить от меня что-либо в ответ, она жестоко обманулась, и мы приехали во Фрибур совершенно в тех же отношениях, в каких уехали из Аннеси. Проезжая через Женеву, я не пошел ни к кому. Но мне чуть не сделалось дурно на мосту. Каждый раз, как я видел стены этого города, при входе в него у меня замирало сердце от избытка умиления. В то время, как благородное зрелище свободы возвышало мою душу, картина равенства, единения, кротких нравов трогала меня до слез и внушала мне жестокое сожаление о том, что я лишился всех этих благ. Как велико было мое заблуждение! Но как оно было естественно! Я воображал, что вижу все это на своей родине, потому что носил это в своем сердце. Наш путь лежал через неон. Неужели пройти, не повидавшись с отцом? Если б у меня хватило мужества поступить так, я умер бы от раскаяния. Я оставил Мерсерея в гостинице и решился пойти к отцу, будь что будет. Но напрасно я его боялся. В первую же минуту свидания душа его уступила приливу отцовских чувств, которыми она была полна. Сколько слез пролили мы в объятиях друг друга. Сначала он подумал, что я вернулся к нему. Я рассказал ему про свою жизнь и сообщил о своем решении. Он слабо возражал. Он указал мне на опасности, которым я подвергаю себя, говорил, что самые кратковременные увлечения самые лучшие. Впрочем, он не сделал даже попытки удержать меня силой, и я считаю, что в этом он был прав. Бесспорно, однако, что он не сделал всего, что мог, чтобы вернуть меня. То ли он считал, что после предпринятого мною шага мне не следует изменять решение, то ли не знал, куда меня пристроить в моем возрасте. Впоследствии мне стало известно, что он составил себе о моей спутнице мнение совершенно несправедливое и очень далекое от истины, но в сущности вполне естественное. Моя мачеха, женщина добродушная, немного слащавая, сделала вид, что хочет накормить меня ужином, я не остался, но сказал, что рассчитываю побыть у них подольше на обратном пути и оставил им в залог свой маленький сверток, который переслал туда водой и который стеснял меня. На следующее утро я рано пустился в путь, очень довольный тем, что исполнил свой долг, повидавшись с отцом. Мы благополучно добрались до Фрибура. К концу путешествия заботливость, которой окружала меня мадемуазель Мерсере, немного уменьшилась. По прибытии она стала выказывать мне холодность. Да и отец ее, неутопавший в роскоши, тоже не особенно радушно принял меня. Пришлось остановиться в харчевне. На следующий день я снова пошел к ним. Они предложили мне пообедать с ними, я не отказался. Мы расстались без слез. Вечером я вернулся в свою харчевню и на второй день по приезде выехал дальше, не имея определенного представления о том, куда намерен направиться. вот еще случай в моей жизни, когда провидение посылало мне именно то, что было нужно, чтобы дни мои протекали счастливо. Мерсере была хорошая девушка, не блестящая, не особенно красивая, но и не урод, не слишком живая, очень благоразумная, если не считать случайных вспышек, обыкновенно кончавшихся слезами и никогда не переходивших в бурю. Я действительно нравился ей, легко мог бы на ней жениться и заняться ремеслом ее отца. В первой редакции исповеди отец Мерсере назван органным мастером. Моя любовь к музыке заставила бы меня полюбить и это ремесло. Я поселился бы во Фрибуре, некрасивом маленьком городке, населенном однако добрыми людьми, разумеется, я лишился бы больших наслаждений, но прожил бы мирно до своего последнего часа, а мне ли не знать, что перед подобной возможностью нечего было колебаться. Я вернулся в Лозанну. Мне хотелось полюбоваться прекрасным озером, которое видно оттуда в наибольшем его протяжении. Большая часть моих тайных побуждений всегда была столь же мало обоснованна. Отдаленные перспективы редко обладают достаточной силой, чтобы побуждать меня к действию. Неуверенность в будущем всегда заставляла меня считать нескоро осуществимые замыслы приманкой для дураков. Я увлекаюсь надеждами, как и всякий другой, лишь бы осуществление их ничего не стоило мне. Но если для этого нужно долго трудиться, это уже не для меня. Любое маленькое удовольствие, если оно само дается мне в руки, соблазняет меня больше, чем перспектива райского блаженства. Я исключаю однако то удовольствие, которое влечет за собой страдания. Такое меня не прельщает, потому что я люблю только чистые радости, а их нельзя испытать, зная, что готовишь себе раскаяние. Мне необходимо было добраться куда бы то ни было, и чем ближе, тем лучше, так как, заблудившись в пути, я очутился вечером в Мудоне, где истратил то немногое, что у меня еще оставалось, кроме десяти крейцеров, да и те израсходовал на следующий день на обед. Придя вечером в небольшую деревню около Лозанны, я вошел в трактир, не имея ни гроша в кармане для уплаты за ночлег и не зная, что дальше делать. Я был очень голоден. Приняв решительный вид, я спросил себя поужинать, как будто мог щедро расплатиться. Потом улегся спать и заснул мятежным сном. Позавтракав утром и подведя счет с хозяином, я хотел за семь бацов, составлявших сумму моего расхода, оставить в залог свою куртку. Бац, мелкая швейцарская монета, равная одной десятой части франка. Этот славный человек отказался от нее. Он заявил мне, что благодарение небу он еще никогда никого не обирал и не намерен начинать этого из-за семи бацов. Пусть куртка останется у меня. Я расплачусь с ним, когда у меня будут деньги. Я был тронут его добротой, однако менее, чем следовало бы и чем бываю тронут теперь, всякий раз, как вспоминаю об этом. Я не замедлил при первой же возможности передать ему деньги и благодарность через надежного человека, но пятнадцать лет спустя, проезжая через Лозанну на обратном пути из Италии, я к искреннему своему сожалению не мог вспомнить ни названия трактира, ни фамилии трактирщика. Я зашел бы к нему, с удовольствием напомнил бы ему о его великодушном поступке и доказал бы, что его доброта не забыта. Другие услуги, пусть и более существенные, но оказанные с большей кичливостью, не казались мне столь достойными благодарности, как простая и скромная отзывчивость этого честного человека. Приближаясь к Лазанне, я размышлял о своем бедственном положении и о том, как выпутаться из него, не обнаружив своей бедности перед мачехой. В этом пешем странстве я сравнивал себя со своим приятелем Вантюром, когда он явился в Ан-Неси. Я так увлекся этой мыслью, что, забыв об отсутствии у меня его изящества и талантов, решил изображать в Лазанне Вантюра, давать уроки музыки, как будто я ее знаю, и объявлять себя уроженцем Парижа, где я никогда не был. В Лазанне не было певческой школы, где я мог бы занять место младшего преподавателя, да мне и не хотелось сразу попасть в общество мастеров музыкального искусства. Исполнение своего прекрасного замысла я начал с того, что попросил указать мне какое-нибудь скромное пристанище, где можно было бы сносно устроиться за недорогую плату. Мне рекомендовали некоего Пероте, державшего на хлебников. Этот Пероте оказался превосходнейшим человеком и принял меня очень радушно. Я наврал ему о себе, как заранее придумал. Пероте обещал замолвить за меня словечко и постараться достать мне учеников и прибавил, что потребуют с меня деньги, лишь после того, как я их заработаю. Пансион стоил у него пять ЭКЮ. Это было в сущности немного, так как стол был хороший, но слишком дорого для меня. Он посоветовал мне ограничиться сначала полупансионом, который состоял из тарелки хорошего супа и только, на обед и сытного ужина. я согласился. Бедняга Пероте оказывал мне все эти услуги от самого чистого сердца и ничего не жалел, чтобы быть мне полезным. Почему должно было случиться, что, встретив в молодости так много добрых людей, я, достигнув зрелого возраста, встречал их так мало? Разве их порода иссякла? Нет, но сословие, в котором я вынужден искать их теперь, уже не то, в котором я встречал их когда-то. В народе сильные страсти проявляются только по временам, и природные чувства чаще всего дают знать о себе, а в более высоких кругах они совершенно заглушены, и под личиной чувства там говорит только расчет или тщеславие. Из Лозанны я написал отцу, и он прислал мне сверток и письмо, полное превосходных советов, которыми мне следовало бы лучше воспользоваться. Я уже упоминал о минутах необъяснимого безумия, когда я бывал сам на себя не похож. Вот один из наиболее ярких примеров, чтобы понять, до какой степени у меня тогда закружилась голова, до чего я, так сказать, вантюризовался, достаточно бросить взгляд на то, какие нелепости нагромождал я в это время одну на другую. Вот я учитель пения, хотя не умел разобрать ни одной арии, так как даже если бы шесть месяцев, проведенных мною с Леметром и пошли мне впрок, этого, конечно, было бы слишком мало. Кроме того, я учился у композитора, и этого было достаточно, чтобы учиться плохо. Парижанин из Женевы, католик в протестантской стране, я счел необходимым переменить имя, подобно тому, как переменил родину и веру. Я изо всех сил старался, возможно, более походить на человека, которому подражал. Он принял имя Вантюр Девильнов, я составил анаграмму из фамилии Руссо, переделав ее в Воссор, и стал именоваться Воссор Девильнов. Вантюр знал композицию, но никогда не говорил об этом ни слова, я же, не имея о ней понятия, хвастал знанием ее перед всеми, и, не будучи в состоянии подобрать музыку даже к Вадевилю, выдавал себя за композитора. Но этого мало. Представленный профессору права, господину Де Трейтурану, который любил музыку и нередко устраивал у себя концерты, я захотел показать ему образец своего творчества и принялся за сочинение пьесы для его концерта с таким опломбом, как будто знал, как взяться за дело. У меня хватило усидчивости поработать над этим прекрасным произведением две недели, переписать его набело, выписать отдельные партии и распределить их с такой самоуверенностью, словно это был шедевр музыкального искусства. Наконец, этому трудно поверить, но это правда, чтобы достойно завершить свое бесподобное произведение, я поместил в конце его хорошенький минуэт, который распевали на улицах и, может быть, и теперь еще у многих в памяти следующие всем тогда известные слова. Не в уме ты, что за наветы, как, любви обеты, к Ларе не сдержать и так далее. Вантюр научил меня этой песенке и басовому аккомпанементу к ней, но с другими непристойными словами, благодаря которым я ее и запомнил. Так вот, я пристегнул к концу своего сочинения этот минуэт и аккомпанемент к нему, только выбросив слова, и выдал его за свой так уверенно, как будто имел дело с обитателями Луны. Вот, наконец, собрались слушатели и исполнители. Я объясняю каждому особенности темпа, характер исполнения, структуру отдельных мест, проявляю величайшую деловитость. Настройка инструментов длится пять-шесть минут, которые кажутся мне пятью или шестью веками. Наконец, когда все готово, я отстукиваю по своему дирижерскому пульту большим свертком бумаги два-три удара, означающие «приготовьтесь». Наступает тишина. Я с важным видом принимаюсь отбивать такт. Начинается. нет, с тех пор, как существует французская опера, никто еще не слышал подобной какафонии. Чтобы не думали о моем воображаемом таланте, результат оказался хуже всякого ожидания. Музыкантов душил смех, слушатели вытращили глаза, и рады были заткнуть себе уши, но это не помогло бы. Палачи и оркестранты, желая позабавиться, драли кто во что гораст, так что могла лопнуть барабанная перепонка у обитателя приюта трехсот. Приют трехсот — приют для слепых, основанный в тринадцатом веке в Париже. Я имел мужество продолжать, хотя пот лил с меня градом. Удерживаемый стыдом, я не осмелился бежать, бросив все на произвол судьбы. В утешение я слышал, как вокруг присутствующие говорили друг другу на ухо, но так, что это доходило и до моих ушей, просто невыносимо. Вот так сумасшедшая музыка! Да это дьявольский шабаш! Бедный Жан-Жак! В эту тяжелую минуту ты, конечно, и не мечтал, что настанет день, когда твоя музыка будет исполняться в присутствии французского короля и его придворных, вызывая гул изумленного восхищения, и во всех ложах самые очаровательные женщины будут говорить друг другу в полголоса, какие пленительные звуки, какая волшебная музыка, эти мелодии проникают прямо в сердце. Но особенно развеселил всех Минуэт. Не успели сыграть несколько тактов, как со всех сторон, раздались взрывы хохота. Меня поздравляли, хвалили за мой тонкий вкус в напевах, уверяли, что Минуэт заставит говорить обо мне, и что я заслуживаю того, чтобы мои произведения пелись повсюду. Нет надобности описывать то, что я переживал, не признаваться, что случившееся было мною вполне заслужим. На другой день один из моих оркестрантов по фамилии Люто зашел ко мне и был так добр, что не поздравил меня с успехом. Глубокое сознание собственной глупости, стыд, раскаяние, отчаянное положение, в которое я был поставлен, невозможность таить в сердце тяжелые заботы, все это заставило меня открыться ему. Я дал волю слезам и вместо того, чтобы признаться только в своем невежестве, рассказал ему все, прося сохранить мою тайну. Он дал мне слово молчать, но сдержал свое обещание так, как следовало ожидать. В тот же вечер вся Лозанна знала, кто я такой, и, удивительное дело, никто даже вида не показал, что знает это, даже добрейшее Пироте, которое, несмотря ни на что, не отказался по-прежнему давать мне помещение и кормить меня. Я жил очень печально. Последствия такого дебюта не могли сделать для меня Лозанну приятным местопребыванием. Ученики не валили ко мне толпами, учениц не было ни одной, а горожане вовсе не обращались ко мне. у меня учились только два-три толстых немца, настолько же глупых, насколько я был невежествен. Они надоедали мне до смерти и не стали великими знатоками музыки в моих руках. Я был приглашен только в один дом, где девочка, настоящий змееныш, забавлялась тем, что показывала мне разные музыкальные произведения, в которых я не мог разобрать ни одной ноты. Она потом лукаво пела их в присутствии господина учителя, чтобы показать ему, как это исполняется. Я был совершенно не способен прочитать какую-нибудь арию с листа и в блестящем концерте, о котором рассказывал, не мог даже уследить, действительно ли играют то, что у меня перед глазами и что я сам сочинил. Среди стольких унижений большую и чистую радость доставляли мне вести, приходившие время от времени от двух очаровательных подруг. Я всегда находил в женщинах великую способность утешать. И ничто так не смягчает мои огорчения от невзгод и неудач, как мысль о сочувствии какого-нибудь милого существа. Однако наша переписка вскоре прервалась и больше уже не возобновлялась. Но это по моей вине. Переехав на новое место, я не сообщил им своего адреса и, вынужденный обстоятельствами постоянно думать о самом себе, вскоре окончательно забыл о них. Уже давно не говорил я ничего о моей бедной маменьке. Но если думают, что я ее тоже позабыл, то это большая ошибка. Я не переставал думать о ней, мечтал снова найти ее, и не только ради средств к существованию, но гораздо более по влечению сердца, привязанность к ней, как бы она ни была горяча или нежна, не мешала мне любить других, но совсем иной любовью. Другие женщины завоевывали мою любовь только внешними прелестями, но такая любовь не пережила бы их увядание. Тогда как маменька могла состариться, стать безобразной, но из-за этого я не стал бы любить ее менее нежно. Мое сердце всецело перенесло на ее личность то поклонение, которое сначала принадлежало ее красоте, и какая бы перемена в ней не произошла, лишь бы она оставалась сама собой, мое чувство не могло измениться. Я знал, что был ей многим обязан, но по правде сказать не думал об этом. делала ли она для меня что-нибудь или нет, от этого ничего не менялось. Я любил ее не по чувству долга, не из корысти, не для приличия, я любил ее потому, что был рожден для этой любви. Когда я влюблялся в какую-нибудь другую женщину, это, признаюсь, до известной степени отвлекало меня, и я реже вспоминал маменьку, но думал я о ней все с тем же удовольствием, и был ли я влюблен или нет, при мысли о ней я всегда чувствовал, что в разлуке с ней для меня не может быть настоящего счастья. Не имея от нее так долго никаких известий, я ни разу не подумал, что потерял ее навсегда или что она могла меня забыть. Я говорил себе, рано или поздно она узнает, что я бродяжничаю и подаст какие-нибудь признаки жизни, я снова найду ее, я уверен. А пока для меня уже было радостью жить в ее стране, проходить по улицам, по которым проходила она, мимо домов, где она жила. И все это только по догадке, так как одной из моих нелепых странностей было то, что я не решался без крайней необходимости ни спросить о ней, ни произнести ее имя. Мне казалось, что, называя ее, я открываю свои чувства к ней, что мои уста выдают тайну моего сердца, что я до известной степени компрометирую ее. Я даже думаю, что к этому примешивался страх, как бы мне не сказали о ней чего-нибудь дурного. Много говорили о ее поступке и кое-что о ее поведении. Из боязни услышать не то, что хотел бы, я предпочитал, чтобы о ней не говорили вовсе. Так как ученики отнимали у меня не особенно много времени, а ее родной город был всего в четырех льи от Лозанны, я как-то совершил туда двух- или трехдневную прогулку, в течение которой меня не покидало чувство самого сладостного волнения. Вид Женевского озера и его чудесных берегов всегда имел для меня особую притягательную силу, которой не берусь объяснить, она зависит не только от красоты пейзажа, но еще от чего-то более захватывающего, что меня трогает и умиляет. Каждый раз, как я приближаюсь к кантону Во, я снова испытываю какое-то сложное чувство, порождаемое воспоминаниями о госпоже Доворанс, которые там родилась, о моем отце, который там жил, о мадемуазель Девюльсон, которой я отдал первые порывы своего сердца, о нескольких увеселительных прогулках, совершенных туда в детстве и, как мне кажется, вызываемое какой-то еще более сокровенной и более глубокой причиной. Я рожден для счастливой и безмятежной жизни, но она вечно ускользала от меня, и когда мечты о ней воспламеняют мое воображение, оно всегда стремится в кантон Во, на берег озера, в очаровательную местность. Мне необходим фруктовый сад, на берегу именно этого озера, а не другого. Мне нужен верный друг, милая женщина, домик, корова и маленькая лодка. Я буду наслаждаться счастьем на земле только, когда буду обладать всем этим. Мне самому смешна наивность, с которой я несколько раз направлялся туда, единственно для того, чтобы найти это воображаемое счастье. Я всегда удивлялся, находя там жителей, особенно женщин, совсем другого рода, чем искал. Эта местность и народ ее населяющий никогда не казались мне созданными друг для друга. Во время этой поездки в ВВ, блуждая по чудесному побережью, я предавался самой сладкой меланхолии, сердце мое пылко устремлялось к бесчисленным невинным радостям, я умилялся, вздыхал и плакал, как ребенок. Не раз я останавливался, чтобы наплакаться в волю, и, присев на большой камень, смотрел, как слезы мои падают в воду. ВВ я остановился в гостинице ключ, и за два дня, которые прожил там, никого не видя, проникся к этому городу любовью, не покидавшей меня во всех моих путешествиях и заставившей меня, в конце концов, поселить там героев моего романа. Я охотно сказал бы людям, обладающим тонким вкусом и чувствительностью, поезжайте в ВВ, посетите его окрестности, полюбуйтесь видами, покатайтесь по озеру и скажите откровенно, не создала ли природа эту живописную местность специально для какой-нибудь Юлии, какой-нибудь Клары, какого-нибудь Сен-Пре? Но не ищите их там. Клара, подруга и наперстница Юлии, героиня романа Новая Элоиза. Возвращаюсь к своему рассказу. Так как я был католиком и выдавал себя за такового, я открыто и без всякого колебания придерживал с того культа, к которому примкнул. По воскресеньям, когда бывала хорошая погода, я ходил к обедне в Ассен в двух лье от Лозанны. Обычно я совершал этот переход вместе с другими католиками, особенно с одним из них, парижским Золотошвеем, фамилии которого не помню. Это был не такой парижанин, как я, а настоящий парижанин из Парижа, архипарижанин, богобоязненный человек, добродушный, как уроженец шампани. Он так любил свою родину, что ни минуты не сомневался в том, что я его соотечественник, как бы опасаясь лишиться возможности поговорить о ней. У господина де Круза, заместителя судьи, был садовник, тоже парижанин, но менее любезный, считавший оскорблением для своей родины, если кто-нибудь осмеливался выдавать себя за ее гражданина, не имея чести им быть. Он расспрашивал меня с видом человека, уверенного в том, что может уличить меня, и потом улыбался с хитрым видом. Однажды он спросил меня, что есть замечательного на новом рынке. Как можно себе представить, я стал молоть вздор. Теперь, прожив в Париже двадцать лет, я должен был бы знать город. Однако, если бы мне сейчас задали тот же вопрос, я, как и тогда, затруднился бы на него ответить, и по моему смущению можно было бы так же заключить, будто я никогда не бывал в Париже. Настолько вошло в привычку, даже слыша правду, основывать свое суждение на обманчивых признаках. Не могу сказать в точности, сколько времени я прожил в Лозанне. Я не сохранил об этом городе никаких особенно ярких воспоминаний. Знаю только, что, не найдя там заработка, я отправился в Невшотель и провел там зиму. В этом городе мне больше посчастливилось. У меня нашлись ученицы, и я зарабатывал достаточно для того, чтобы расплатиться с моим добрым другом П. Ротте, честно переславшим мне мои скромные пожитки, хотя я ему порядочно задолжал. Я незаметно учился музыке, преподавая ее. Жизнь моя протекала мирно. Благоразумный человек мог бы ею удовлетвориться, но мое беспокойное сердце требовало иного. По воскресеньям и в другие свободные дни я бродил по окрестным полям и лесам, мечтая и вздыхая. Выйдя из города, возвращался туда только вечером. Однажды, находясь в Будри, я зашел пообедать в какой-то трактир. Будри, город в Швейцарии, близ Нефшателе. Там я увидал человека довольно благородного вида, с большой бородой, в меховой шапке и в фиолетовом кафтане греческого покроя. Его понимали с трудом, так как он говорил на каком-то странном наречии, более похожем на итальянский язык, чем на какой-либо другой. Я понимал почти все, что он говорил, но только я один. С трактирщиком и местными жителями он мог объясняться только знаками. Я сказал ему несколько слов по-итальянски, он прекрасно понял их, встал и пылко обнял меня. Мы быстро подружились, и с этих пор я служил ему переводчиком. Его обед был хорош, мой ниже среднего. Он пригласил меня разделить с ним его трапезу, я не стал церемониться. Беседуя с грехом пополам за стаканом вина, мы окончательно подружились, и с тех пор стали неразлучны. Он сообщил, что он греческий прилад, и носит чин архимандрита и иерусалимского, что ему поручено произвести в Европе сбор на восстановление святого гроба Господня. Он показал мне охранные грамоты, данные ему царицей и императором, у него были и другие грамоты от многих коронованных особ. Он был доволен тем, что ему уже удалось собрать. Но в Германии ему пришлось столкнуться с невероятными трудностями, так как он не знал ни слова по-немецки, ни по-латыни, ни по-французски и мог пользоваться только греческим, турецким и франкским языками. Это помешало ему собрать сколько-нибудь обильную лепту в стране, вглубь которой он забрался. Он предложил мне сопровождать его в качестве секретаря и переводчика. Несмотря на недавно купленный лиловый костюм, более или менее подходивший для моей новой должности, я все же имел вид человека нуждающегося, и он решил, что меня нетрудно будет завербовать, он не ошибся. Мы сразу сговорились, я не требовал ничего, а он сулил много. Без поручительства или обеспечения, без достаточного знакомства, я доверился его руководству и уже на следующий день был на пути в Иерусалим. Мы начали наше странствование с Фрибургского кантона, где сбор был невелик. Сан епископа не позволял ему побираться или производить сбор среди частных лиц, и мы представили бумаги о данном ему поручении, и местный сенат пожертвовал ему небольшую сумму. Оттуда мы направились в Берн? Остановились мы в гостинице Сокол, бывшей тогда в Славе. Там можно было встретить приличное общество, за столом было много обедающих и кормили там хорошо. Я давно уже плохо питался, мне необходимо было подкрепиться, случай был удобный и я им воспользовался. Монсеньор Архимандрит был человек хорошо воспитанный, любитель посидеть за столом веселый, приятный собеседник для тех, кто его понимал, нерешенный некоторых знаний и умевший довольно искусно использовать свою греческую эрудицию. Как-то раз за десертом он колол орехи и очень глубоко порезал себе палец. Так как кровь текла в изобилии, он показал свой палец собравшимся и сказал, смеясь, посмотрите, господа, вот какова кровь Пелазгов. Пелазги, упоминаемый древнегреческими писателями народ, населявший территорию, которую впоследствии заняли греки, в XVIII веке так называли греков древнейшего периода. В Берни мои услуги пригодились ему, и я справился со своими обязанностями не так плохо, как сначала того опасался. Я был гораздо смелее и красноречивее, чем в том случае, если бы я просил для себя. Но дело оказалось не так просто, как в Фрибуре, пришлось часто и подолгу вести переговоры с представителями власти, проверка документов тоже заняла не один день. Наконец, когда все было в порядке, он получил аудиенцию в Сенате. Я вошел вместе с ним как переводчик, и мне было предложено взять слово. Это явилось для меня полной неожиданностью. Мне и в голову не приходило, что после долгих совещаний с отдельными членами Сената я должен буду еще обратиться с речью ко всей корпорации, как будто ничего предварительно говорено не было. Посудите сами, в каком затруднительном положении я очутился. Необходимость выступить не только публично, но еще перед Бернским Сенатом, к тому же экспромтом, не имея ни минуты для подготовки, этого было достаточно, чтобы уничтожить такого застенчивого человека, как я. А я даже не смутился, сжато и ясно рассказал о поручении, возложенном на архимандрита. Я восхвалил благочестие государей, внесших лепту в то дело, ради которого он приехал. Стараясь возбудить чувство соревнования в сердцах их превосходительств, я сказал, что нельзя ожидать меньшего и от их обычной щедрости. И потом, стараясь доказать, что это богоугодное дело касается одинаково всех христиан безразличия сект, я под конец посулил благословение Божие всем, кто пожелает принять в нем участие. Не скажу, чтобы речь моя произвела особенно сильное впечатление, но она, несомненно, понравилась, и при выходе из заседания архимандрит получил очень приличную сумму и вдобавок кучу комплиментов уму его секретаря. Перевести эти комплименты было моей приятной обязанностью, но передать их дословно я не осмелился. Это был единственный раз в жизни, когда я говорил публично и в присутствии высшего правительства, к тому же единственный раз, когда я говорил смело и хорошо. Как меняется состояние духа у одного и того же человека. Три года тому назад, когда я приехал в Эвердон, в гости к моему давнишнему приятелю Рогену, ко мне явилась депутация, чтобы поблагодарить меня за пожертвование нескольких книг в городскую библиотеку. Швейцарцы, большие любители публичных речей и господа депутаты обратились ко мне с речью. Я счел своим долгом ответить, но так запутался, в голове у меня так все перемешалось, что я вдруг замолчал, выставив себя на посмешище. Застенчивый от природы, в молодости я иногда бывал смел, но в зрелом возрасте никогда. Чем больше я видел свет, тем меньше мог приспособиться к его тону. Иверден, город в кантоне Вов, Швейцарии, на южном берегу Невшетельского озера. Покинув Берн, мы отправились в Солер, так как Архимандрит имел намерение вернуться в Германию, а затем ехать домой через Венгрию или Польшу. Солер, город в Швейцарии, к северу от Берна. Путешествие предстояло долгое, но так как в пути кошелек его наполнялся быстрее, чем пустел, Архимандрит смело сворачивал в сторону. Я же чувствовал себя одинаково хорошо путешествуя верхом или пешком и не прочь был путешествовать всю жизнь, но мне на роду было написано не ездить так далеко. По прибытии в Солер мы первым делом отправились с визитом к французскому посланнику. К несчастью для моего епископа посланником был маркиз де Бунак, бывший до того посланником в Турции. Он должен был быть осведомлен обо всем касающемся гроба Господня. Архимандрит получил десятиминутную аудиенцию, на которую я не был допущен, так как господин посланник понимал франкский язык и говорил по-итальянски во всяком случае не хуже меня. По выходе грека я намеревался последовать за ним, меня задержали. Настал мой черед. Выдав себя за парижанина, я, как таковой, подлежал юрисдикции его превосходительства. Он спросил меня, кто я такой, уговаривал рассказать всю правду. Я обещал, но попросил отдельную аудиенцию, которая и была мне дана. Посланник увел меня в свой кабинет и затворил дверь. Там, упав к его ногам, я сдержал свое слово. Я чистосердечно сказал бы правду, если бы и не обещал ничего, так как благодаря постоянной потребности излить душу, у меня всегда что было на уме, то и на языке, и открывшись с полной доверчивостью музыканту Лютольду, я вовсе не собирался скрытничать перед маркизом Дебонак. Он остался так доволен моим кратким рассказом и сердечностью, с какой я все изложил, что, взяв меня за руку, пошел со мной к своей супруге, представил меня и передал ей вкратце мою повесть. Госпожа Дебонак приняла меня радушно и сказала, что не следует отпускать меня странствовать с этим греческим монахом. Было решено, что я останусь в доме посланника, пока для меня не найдут подходящего занятия. Я хотел пойти проститься со своим бедным архимандритом, к которому успел привязаться, мне этого не разрешили. Его уведомили о моем аресте и через четверть часа я увидел свой маленький саквояж. Меня как бы отдали на попечение секретаря посольства господина Деля Мартиньеры. Проводив меня в назначенную для меня комнату, он сказал, при графе де Люк эту комнату занимал знаменитый человек, ваш однофамилец. От вас зависит заменить его во всех отношениях? И заставить впоследствии говорить «Руссо первый, Руссо второй». Руссо первый имеется в виду французский поэт Жан-Батист Руссо 1671-1741, славившийся главным образом одами, представляющими в наше время лишь исторический интерес. Это сопоставление, на которое я тогда не смел рассчитывать, меньше польстило бы моему самолюбию, если б я мог представить себе, какой ценой оно в будущем оправдается. Слова господина Даля Мартиньера возбудили мое любопытство. Я стал читать сочинения того, чью комнату занимал. На основании сделанного мне комплимента я вообразил, что имею призвание к поэзии и в виде первого опыта сочинил кантату в честь госпожи де Бонак. Однако склонность к поэзии удержалась у меня недолго. Время от времени я сочинял посредственные стихи. Это полезное упражнение для тех, кто хочет овладеть изысканными оборотами и научиться хорошо писать прозой. Однако французская поэзия никогда не казалась мне настолько привлекательной, чтобы я мог всецело посвятить себя ей. Господин де ла Мартиньер пожелал познакомиться с моим слогом и попросил меня изложить ему в письменной форме те подробности, которые я сообщил посланнику устно. Я написал ему длинное письмо, сохраненное, как я узнал, господином де Мариан, который давно находился на службе у маркиза де Бунак и впоследствии сменил де ла Мартиньера, когда посланником стал де Куртей. Я просил де Мальзерба, чтобы он постарался достать копию этого письма. Если мне удастся добыть письмо через него или кого-либо другого, оно будет включено в сборник, который будет приложен к моей исповеди. Приобретаемый мною опыт постепенно умерял мои романтические замыслы. И, например, я не только не влюбился в госпожу де Бунак, но сразу понял, что в доме ее мужа далеко не пойду. То, что господин де Ла Мартиньер занимал должность секретаря, а господин де Мариан был, так сказать, его законным преемником позволяло мне рассчитывать самое большее на место помощника секретаря, а это меня вовсе не прельщало. Поэтому, когда меня спросили, каковы мои намерения, я выразил большое желание отправиться в Париж. Посланнику эта мысль пришлась по вкусу, так как давала возможность избавиться от меня. Господин де Мервие, секретарь Драгоман посольства, сообщил мне, что его хороший знакомый, господин Гадар, полковник французской службы, ищет кого-нибудь, чтобы приставить дядькой к своему племяннику, который поступает очень молодым на службу, и я мог бы подойти. Драгоман, переводчик при посольстве. Это предложение, за которое все довольно легкомысленно ухватились, разрешило вопрос о моем отъезде. Что касается меня самого, то я, предвкушая путешествие в Париж, радовался от всего сердца. Мне дали несколько писем, сто франков на дорогу и множество полезных наставлений, и я пустился в путь. Я потратил на путешествие около двух недель, которые могу отнести к счастливейшим в моей жизни. Я был молод, здоров, полон больших надежд, у меня было достаточно денег, я путешествовал пешком, при этом один. Могло бы показаться удивительным, что и последнее обстоятельство я отношу к приятным, если бы мой характер не был уже известен. Мои сладостные химеры заменяли мне общество, и никогда еще пыл моего воображения не порождал более прекрасных. Если мне предлагали свободное место в каком-нибудь экипаже, или кто-нибудь подходил ко мне в пути, я хмурился, так как боялся разрушить здание блестящего будущего, которое воздвигал во время ходьбы. На этот раз мечты влекли меня к военной карьере. Я намеревался поступить под начало к какому-нибудь военному, потом сам стать военным, так как было решено, что сначала я буду кадетом. Я уже видел себя в офицерском мундире и с великолепным белым султаном на голове. В сердце моем росло чувство гордости при мысли о таком благородном поприще. Я обладал некоторыми познаниями в геометрии и фортификации. У меня был дядя инженер, таким образом я был до известной степени из военной семьи. Моя близорукость могла бы явиться некоторой помехой, но этот недостаток не смущал меня, я рассчитывал возместить его хладнокровием и отвагой. Я где-то читал, что маршал Шомбер был очень близорук. Почему бы не быть близоруким и маршалу Руссо? Шомбер Фридрих немецкий полководец 17 века, состоявший в разное время на французской, португальской и голландской службе. Эти безумные мечты так увлекли меня, что я видел только войска, укрепления, габионы, батареи и самого себя в огне и дыму, спокойно отдающим приказания с подзорной трубой в руке. Габионы, корзины цилиндрической формы, наполненные землей, употреблялись для устройства укреплений. Однако, когда я проходил по живописной местности и глядел на рощи и ручьи, это трогательное зрелище заставляло меня вздыхать от сожаления. Во всем блеске своей славы я чувствовал, что душа моя не создана для такой бурной жизни, готов был отказаться от служения Марсу и снова видел себя среди своих любимых овчарин. Насколько первое впечатление от Парижа противоречило моему представлению о нем. Внешнее убранство зданий, виденное мною в Турине, красота улиц, симметрия и ровная линия домов заставляли меня искать в Париже чего-то еще лучшего. Я представлял себе город столь же прекрасный, сколь обширный, самого внушительного вида, с великолепными улицами, мраморными и золотыми дворцами. Войдя в Париж через предместье Сен-Марсо, я увидел только узкие, зловонные улицы, безобразные темные дома, картину грязи и бедности, нищих, ломовых извозчиков, штопольщиц, продавщиц настоек и старых шляп. Это сразу так поразило меня, что все подлинное великолепие, которое я впоследствии видел в Париже, не могло изгладить первого впечатления, и у меня навсегда сохранилось тайное отвращение к жизни в этой столице. Могу сказать, что все время, прожитое в ней, ушло у меня на поиски средств, которые дали бы мне возможность жить, вдали от нее. Таковы плоды слишком пылкого воображения. Оно преувеличивает еще больше, чем преувеличивают люди, и видит всегда больше того, что ему рассказывают. Мне так расхвалили Париж, что я представлял его себе подобием древнего Вавилона, который, возможно, столь же разочаровал бы меня, если б я увидел его в действительности. То же произошло со мной в опере, куда я отправился на следующий день по приезде. То же произошло со мной позднее в Версале, еще позже при виде моря, и то же самое будет всегда происходить при виде всякого зрелища, которое мне слишком расхваливали, так как невозможно людям и трудно самой природе превзойти богатство моего воображения. Судя по приему, оказанному мне всеми, кому были у меня письма, я считал свою будущность обеспеченной. Однако тот, кому меня особенно горячо рекомендовали, встретил меня наименее любезно. Это был некий де Сюрбек, находившийся в отставке и проживавший в философском уединении в Банье. Я несколько раз посетил его, но он ни разу не предложил мне даже стакана воды. Сюрбек, капитан швейцарской гвардии, составлявший личную охрану французского короля Людовика XV. Любезней приняли меня госпожа де Мервейе, невестка Драгомана, и его племянник, гвардейский офицер. Мать и сын не только оказали мне радушный прием, но пригласили меня приходить обедать. Этим приглашением я неоднократно пользовался во время своего пребывания в Париже. По-видимому, госпожа де Мервейе в молодости была красива. У нее были еще прекрасные черные волосы, которые она по старинной моде укладывала фестонами на висках. Она сохранила то, что не исчезает вместе с красотой, обаятельный ум. Мне показалось, что она нашла меня не глупым, она сделала все, что могла, чтобы быть мне полезной. Но никто не последовал ее примеру, и я скоро разочаровался в живом участии, которые как будто приняли во мне сначала. Нужно, однако, отдать справедливость французам. Они не так рассыпаются в уверениях, как принято думать, и уверение их почти всегда искренне. Но у них есть манера делать вид, будто они интересуются вами, и эта манера обманывает больше, чем слова. Грубые комплименты швейцарцев могут ввести в заблуждение только дураков. Обращение французов более обаятельно уже тем одним, что оно проще. И всегда кажется, что на словах они обещают меньше, чем намерены сделать для вас, желая впоследствии приятно вас удивить. Скажу больше, в своих излияниях они не лживы. По природе они услужливы, гуманны, доброжелательны, и даже, чтобы о них не говорили, правдивее всякого другого народа, но легкомысленны и непостоянны. Они на самом деле питают к вам то чувство, которое выказывают, но чувство это исчезает так же внезапно, как возникло. Разговаривая с вами, они думают только о вас. Но как только перестали вас видеть, тотчас забывают о вашем существовании. Ничто не долговечно в их сердце, все в них мимолетно. Мне говорили много приятного, но оказывали мало услуг. Полковник Гадар, к племяннику которого меня пристроили, оказался отвратительным старым скрягой. Утопая в золоте, он однако решил при виде моего стесненного положения даром воспользоваться моими трудами. Он хотел, чтобы я был для его племянника скорее чем-то вроде лакея без жалования, нежели настоящим гувернером. Находясь постоянно при нем и будучи тем самым избавлен от обязанностей военной службы, я должен был бы жить на свою кадетскую стипендию, иными словами, на жалование простого солдата. Он едва-едва соглашался сшить мне мундир. Ему хотелось бы, чтобы я удовольствовался казенным. Госпожа де Мервейе, возмущенная подобным предложением, сама отсоветовала мне принять его. Ее сын был того же мнения. Стали искать какой-нибудь другой службы, но не находили. Между тем надо было спешить, ста франков, данных мне на дорогу, не могло хватить надолго. К счастью, я получил от посланника еще небольшую сумму, которая оказалась мне очень кстати, и я думаю, что он вообще не оставил бы меня, имея я побольше терпения. Но томиться, ждать, просить, для меня вещь невозможная. Я впал в уныние, перестал появляться, и все было кончено. Я не забыл свою бедную маменьку, но как мне было найти ее, где искать? госпожа до Мервейе, знавшая мою историю, помогала мне в моих поисках, но долго без всякого успеха. Наконец, она сообщила мне, что госпожа де Варанс месяца два тому назад опять уехала, но неизвестно в Савойю или в Турин. Некоторые говорили, что она вернулась в Швейцарию. Этого было достаточно, чтобы я отправился ей вслед, уверенный, что где бы она ни была, я легче найду ее в провинции, чем мог это сделать в Париже. Прежде чем пуститься в путь, я прибег к своему новому поэтическому таланту и в стихотворном послании к полковнику Годару осмеял его, как сумел. Я показал это рифмоплетство госпоже Демервейе. Вместо того, чтобы пожурить меня, как бы следовало, она посмеялась моим язвительным насмешком, так же, как и ее сын, по-видимому, не любивший Годара. Надо признать, что тот был действительно очень противный старик. Мне хотелось послать ему свои стихи. Мои друзья поддержали меня. Я вложил стихи в конверт и надписал его адрес. Так как в Париже тогда не было городской почты, я сунул пакет в карман и отправил его с дороги из Оссера. Оссер – город в центральной Франции. До сих пор я иногда смеюсь, представляя себе его гримасы при чтении этого панигирика, в котором он был изображен как живой. Начиналось так. «Ты думал, старый хлыщ, мне блажь внушит желание в твоем племяннике развить и ум, и знание?» Это небольшое стихотворение, говоря по правде, плохо написанное, но нерешенное остроумие и свидетельствовавшее о сатирическом таланте, единственная сатира, вышедшая из-под моего пера. У меня слишком незлобивое сердце для того, чтобы пускать в ход подобный талант, но, мне думается, по некоторым моим полемическим сочинениям, написанным для самозащиты, можно судить, что, будь у меня воинственный характер, моим обидчикам было бы не до смеха. При мысли о забытых подробностях моей жизни я больше всего жалею, что не писал путевых записок. Никогда я так много не думал, не жил так напряженно, столько не переживал, не был, если можно так выразиться, настолько самим собой, как во время путешествий, совершенных мной пешком и в одиночестве. Ходьба таит в себе нечто такое, что оживляет и заостряет мои мысли. Я почти совсем не могу думать, сидя на месте. Нужно, чтобы тело мое находилось в движении, для того, чтобы пришел в движение и ум. Вид сельской местности, смена прелестных пейзажей, свежий воздух, здоровый аппетит и бодрость, появляющиеся у меня при ходьбе, чувство непринужденности в харчевнях, отдаленность от всего, что напоминает мне о моем зависимом положении, все это освобождает мою душу, сообщает большую смелость мысли, как бы бросает меня в несметную массу живых существ, для того, чтобы я мог их сопоставлять, выбирать, присваивать их себе без стеснения и без боязни. Я обращаюсь со всей природой как властелин. Моя душа, переходя от одного предмета к другому, соединяется, родница с теми, которые ее привлекают, окружает себя пленительными образами, опьяняется восхитительными чувствами. Если стремясь закрепить их, я забавляюсь мысленным их описанием, какую силу кисти, какую свежесть красок, какую выразительность речи вкладываю я в них. Говорят, что все это можно найти в моих произведениях, хотя и написанных на склоне лет. О, если б я мог показать произведения моей ранней молодости, созданные в дни скитаний, произведения, которые я сочинял, но никогда не записывал. Почему же было не написать их? Спросите вы. Зачем писать? Отвечу я. Зачем лишать себя подлинного наслаждения только ради того, чтобы рассказать другим, что я наслаждался? Какое мне было дело до читателей, до публики, до всего мира, когда я парил в небесах? Кроме того, разве я носил с собой бумагу, перья? Если б я стал думать о том, мне ничего не пришло бы в голову. Я не предвидел, что у меня будут возникать мысли. Они приходили, когда им вздумается, а не когда хотел я. Они не являлись вовсе, или же теснились толпой, одолевали меня своим множеством и своей силой. Десяти томов в день не хватило бы. Откуда взять время, чтобы записать их? Приходя куда-нибудь, я мечтал только о том, как бы хорошенько пообедать. Уходя, думал о том, чтобы хорошенько пройтись. Я чувствовал, что за порогом меня ожидает новый рай, и мечтал лишь о том, чтобы отыскать его. Никогда еще я не чувствовал этого так ясно, как при том обратном путешествии, о котором говорю. Идя в Париж, я думал только о том, что буду там делать. Я устремился мысленно на то поприще, которое мне предстояло, и прошел его не без славы. Однако это была не та карьера, к которой влекло меня сердце, и живые существа становились поперек дороги существам воображаемым. полковник Гадар и его племянник представлялись жалкими по сравнению с таким героем, как я. Слава Богу, теперь я был избавлен от помех и мог сколько душе угодно углубляться в страну моих химер, так как впереди у меня не было ничего, кроме нее. И я так блуждал в ней, что на самом деле несколько раз сбился с пути. Но мне было бы очень досадно идти более прямым путем, так как я чувствовал, что в Леоне снова упаду с небес на землю, и мне хотелось бы вовсе туда не прийти. Однажды, нарочно сойдя с прямой дороги, чтобы взглянуть поближе на какое-то место, показавшееся мне особенно живописным, я так им залюбовался, столько там бродил, что в конце концов по-настоящему заблудился. После нескольких часов ходьбы, усталый, умирая от голода и жажды, я зашел к какому-то крестьянину. Жилище его было довольно невзрачным, но другого поблизости не оказалось. Я думал, что и здесь дело обстоит так же, как в Женеве, или вообще в Швейцарии, где каждый более или менее зажиточный крестьянин в состоянии оказать гостеприимство. Я попросил хозяина накормить меня обедом за плату. Он предложил мне снятого молока и грубого ячменного хлеба, говоря, что у него нет ничего другого. Я с наслаждением выпил молоко и съел хлеб с соломой и еще какой-то примесью, но это была не особенно подкрепляющая пища для человека уставшего до полусмерти. Крестьянин, внимательно наблюдавший за мной, по моему аппетиту мог судить о правдивости моего рассказа. Сказав мне, что, как видно, я порядочный молодой человек — по-видимому, у меня тогда еще не было той физиономии, которой меня впоследствии всегда награждали на портретах, и не выдам его, он, опасливо озираясь, открыл небольшой люк около кухни, спустился в подвал и тотчас же вылез оттуда, достав каравай прекрасного хлеба из чистой пшеничной муки, окорок ветчины, очень аппетитный, хотя и початый, и бутылку вина, вид которой обрадовал меня больше, чем все остальное. К этому была добавлена довольно сытная яичница, и я пообедал так хорошо, как может пообедать только пешеход. Когда дело дошло до расплаты, его снова обуял страх и беспокойство. Он не хотел брать с меня денег, отказывался от них с необычайным смущением. Забавнее всего было то, что я никак не мог взять в толк, чего он боится. Наконец, он с трепетом произнес страшные слова «Канцелярская крыса акцизный досмотрщик». Он дал мне понять, что прячет вино от досмотрщиков, а хлеб из-за налогов, и что его можно считать погибшим человеком, если кто-нибудь проведает, что он не умирает с голоду. То, что он в связи с этим мне рассказал, и о чем я понятия не имел, произвело на меня неизгладимое впечатление. Он заранил в мою душу семя той непримиримой ненависти, которая впоследствии выросла в моем сердце против притеснений, испытываемых несчастным народом и против его угнетателей. Этот крестьянин, хотя и зажиточный, не имел права есть хлеб, заработанный им в поте лица, и мог спастись от разорения, лишь прикидываясь таким же бедняком, как и его соседи. Я вышел из его дома столько же возмущенный, сколько растроганный, скорбя о судьбе этого плодородного края, который природа осыпала щедрыми дарами, только для того, чтобы он стал жертвой бесчеловечных сборщиков податей. Вот единственное вполне отчетливое и ясное воспоминание, сохранившееся у меня об этом путешествии. Помню только, что, приближаясь к Леону, я вдруг вздумал еще раз свернуть в сторону, чтобы взглянуть на берега Линьона, так как среди романов, прочитанных мною вместе с отцом, не была забыта Астрея, и она-то вспоминалась мне чаще всего. Астрея, знаменитый в свое время пастушеский роман Оноре Дюрфе 1568-1625, в котором действие происходит в седьмом столетии на берегах Линьона, департамент Луары, наиболее яркий образец жеманной литературы. Борьба с этим условным направлением сыграла значительную роль в формировании буржуазного реализма во французской литературе. Я попросил указать мне дорогу в Форес. Из разговора с трактирщицей я узнал, что эта область — благодатный край для рабочих, где много железоделательных заводов, и что там прекрасно работают по железу. Эта похвала сразу охладила мое романтическое любопытство, и я не счел нужным идти на поиски Диан и Сильванов в толпе кузнецов. Добрая женщина, так горячо ободрявшая меня, наверное, приняла меня за слесаря подмастерья. Я направился в Лион не без цели. По прибытии туда я пошел в Шазотт, к Дюшатле, приятельнице госпожи Деваранс, которой она давала мне письмо, когда я шел провожать Ле-Метре. Таким образом, это было уже завязанное знакомство. Мадемуазель Дюшатле сообщила мне, что ее подруга действительно была проездом в Лионе, но неизвестно, поехала ли она в Пьемонт, и что при отъезде госпожа Деваранс сама не знала, останется ли она в Савойе. Что если я хочу, она напишет, чтобы получить известие об отсутствующей, а мне лучше всего дождаться ответа в Лионе. Я согласился на это предложение, но не решился сказать, мадемуазель Дюшатле, что мой тощий кошелек не позволяет мне долго ждать. Меня удержало от такого признания не то, что мадемуазель Дюшатле недостаточно радушно приняла меня, наоборот, она меня очень обласкала и отнеслась ко мне как к равному, но это-то как раз и лишило меня мужества обнаружить перед ней свое истинное положение и превратиться в ее глазах из человека хорошего общества в жалкого нищего. Я как будто довольно ясно представляю себе последовательность того, что записал в этой книге. Однако мне помнится, что в тот же промежуток времени я совершил еще одно путешествие в Лион, хотя не могу сказать точно, когда это было, и что уже в те дни я находился в очень стесненных обстоятельствах. Память о крайней нужде, в которой я там оказался, не способствует приятным воспоминаниям об этом городе. Если б я был такой же, как другие, обладал бы талантом брать взаймы и должать в трактире, я легко выпутался бы из беды. Но как раз в этом-то моя неспособность равнялась моему отвращению. И чтобы составить себе понятия о них, достаточно сказать, что хотя я провел почти всю свою жизнь в бедности, иногда нуждаясь в куске хлеба, мне ни разу не случалось отпустить кредитора, просившего у меня денег, не уплатив их тотчас же. Я никогда не делал больших долгов и всегда предпочитал лучше терпеть лишения, чем должать. Проводить ночи на улице несомненно очень мучительно, а это не раз случалось со мной в Лионе. Я считал, что лучше потратить оставшиеся у меня несколько су на хлеб, чем оплатить ими ночлег, так как в конце концов я больше рисковал умереть от голода, чем от недосыпания. Но удивительнее всего то, что и в таком тяжелом положении я не был ни встревожен, ни угнетен. Будущее нисколько меня не беспокоило, и я ожидал ответов на письма мадемуазель де Шатле, ночуя под открытым небом, и спал, растянувшись на земле или на скамейке, так же спокойно, как на ложе, усеянном розами. Я даже вспоминаю очаровательную ночь, проведенную загородом, на дороге, которая велась по берегу Роны или Соны, не помню которой из двух. Сады, поднимавшиеся уступами, окаймляли дорогу на противоположном берегу. День был очень жаркий, вечер упоительный. Роса увлажняла поблекшую траву. Все кругом было тихо и спокойно, ни малейшего ветерка. В воздухе чувствовалась приятная прохлада. Солнце, закатившись, оставило на небе красные облака, отражение которых придавало воде розовый оттенок. Деревья на уступах были полны соловьев, перекликавшихся друг с другом. Я шел в каком-то экстазе, отдавшись всем сердцем, всеми чувствами очарованию окружающего, и лишь отчасти жалел о том, что наслаждаюсь в одиночестве. Поглощенный приятными мыслями, я продолжал прогулку до поздней ночи, не замечая усталости. Наконец, она дала себя знать. Я с наслаждением растянулся на каменной плите в какой-то нише или сводчатом углублении стены на одном из уступов. Верхушки деревьев образовали сень над моим ложем. Как раз надо мной пел соловей, и я уснул под его пение. Мой сон был сладок, пробуждение еще слаще. Было совсем светло, открыв глаза, я увидел воду, зелень, живописную местность. Я встал, встряхнулся, почувствовал голод и весело направился к городу, решив истратить на хороший завтрак две мелких монеты из шести еще оставшихся у меня. Я был в таком хорошем расположении духа, что шел и пел всю дорогу. Помню даже, что пел кантату Батистена «Купание в том мире», которую знал наизусть. Батистен — псевдоним Жанна Батиста Штрука, придворного композитора Людовика XV. Он поставил в Париже ряд своих опер «Томири» деревня недалеко от Парижа. Да будет благословен добрый Батистен и его отличная кантата. Они дали мне лучший завтрак, чем тот, на который я рассчитывал, и еще лучший обед, так как я вовсе не рассчитывал на него. В самый разгар прогулки и пения вдруг слышу за собой чьи-то шаги, оглядываюсь и вижу Антонианца, который шел за мной по пятам и, казалось, слушал меня не без удовольствия. Он подходит ко мне, здоровается и спрашивает, знаю ли я музыку. Я отвечаю немного, но тоном своим даю понять, что знаю очень хорошо. Он продолжает расспрашивать меня. Я рассказываю кое-что о своей жизни. Он спрашивает, не приходилось ли мне переписывать ноты. Очень часто, говорю я, это была правда. Лучшим способом научиться музыке была для меня переписка нот. Что ж, говорит он, пойдемте со мной. Я могу дать вам занятия на несколько дней, в течение которых вы не будете нуждаться ни в чем, если только согласны не выходить из комнаты. Я охотно принял предложение и последовал за ним. Фамилия Антонианца была Ролешон. Он любил музыку, знал ее и пел в маленьких концертах, которые устраивал со своими приятелями. Это было вполне невинное и пристойное развлечение. Но, вероятно, его интерес к музыке переходил порой в неудержимую страсть, которую ему приходилось отчасти скрывать. Он проводил меня в маленькую комнату, где я нашел много переписанных им нот. Он дал мне другие ноты для переписки, в частности, кантату, которую я пел, и которую он сам должен был петь через несколько дней. Я провел у него три или четыре дня, посвящая переписки все время, кроме того, которое посвящал еде. В жизни своей я не был так голоден, и никогда меня так вкусно не кормили. Он сам приносил мне еду, и надо думать, что кухня антонианцев была действительно хороша, если их обычный стол был такой же, какой получал я. Никогда еще не ел я с таким удовольствием, и при этом надо сознаться, что дыровые харчи пришлись весьма кстати, так как я стал сух, как палка. Я работал почти с такой же охотой, как ел, а это немало. Правда, качество моей работы не всегда соответствовало моему усердию. Через несколько дней Ролешон, встретив меня на улице, сказал мне, что переписанные мною партии совершенно непригодны для исполнения. Так много оказалось в них пропусков, повторений и перестановок. Надо сознаться, что на этот раз я избрал ремесло, которому был наименее способен. Не то, чтобы мое нотное письмо было некрасиво или чтобы я переписывал недостаточно четко, но наскучив продолжительной работой, я становлюсь таким рассеянным, что трачу больше времени на подчистки, чем на самую переписку. И если не сверю партитуру с подлинником и не выправлю ее с величайшим вниманием, исполнение неизбежно будет сорвано. Поэтому, желая сделать хорошо, я делал плохо и, стремясь выполнить работу быстро, выполнял ее, как попало. Несмотря на это, Ралешон до самого конца хорошо относился ко мне и еще дал мне на прощание Экю, которого я вовсе не заслужил, но который помог мне окончательно стать на ноги. Через несколько дней я получил весть от маменьки, находившейся в Шамбери, и деньги, чтобы приехать к ней, что я сделал с восторгом. С тех пор мои средства часто бывали весьма ограничены, но мне уже больше не приходилось голодать. Я отмечаю это время, и сердце мое полно благодарности проведению за его заботу обо мне. Последний раз в жизни пришлось мне тогда изведать нищету и голод. Я пробыл в Леоне еще неделю, дожидаясь покупок, которые по поручению маменьки делала мадемуазель Дюшетле, и посещал ее в течение этого времени гораздо чаще, чем прежде. Мне доставляло удовольствие беседовать с ней о ее подруге, особенно теперь, когда меня не отвлекали от этого мучительные мысли о моем положении, заставлявшие меня умалчивать о нем. Мадемуазель Дюшетле нельзя было назвать молодой или красивой, но она не лишена была некоторой привлекательности, она была доброжелательно, проста, а ум ее придавал этой простоте особенную ценность. У нее была склонность наблюдать характеры и нравы, что помогает изучать людей, и в первую очередь именно от нее я и научился тому же. Она любила романы Лесажа, в особенности Жильблаза. Она рассказывала мне о нем и одолжила мне эту книгу. Я прочел ее с удовольствием, но я еще не созрел для такого чтения, мне нужны были романы с пылкими чувствами. Таким образом, я проводил время у камелька мадемуазель Душатле, соединяя приятное с полезным. Не подлежит сомнению, что интересная и разумная беседа с достойной женщиной скорее дает молодому человеку должное направление, чем педантичная философия, изложенная в книгах. В Шазотте я познакомился еще с другими пансионерками и их подругами, между прочим, с одной молодой особой лет четырнадцати некоей мадемуазель сэр. В то время я не обратил на нее особенного внимания, но лет через восемь или девять страстно в нее влюбился, что вполне понятно, так как это была очаровательная девушка. Поглощенный ожиданием скорого свидания с дорогой маменькой, я дал передышку своим химерам. Подлинное счастье, ожидавшее меня в недалеком будущем, избавляло меня от необходимости искать его в видениях. Я не только снова нашел ее, но приобрел в ее близости и, благодаря ей, хорошее положение, так как она сообщала в письме, что нашла для меня занятие, которое, как она надеялась, позволит мне оставаться при ней. Я ломал себе голову, стараясь угадать, какое это могло быть занятие, и в самом деле об этом можно было только гадать. У меня было достаточно денег для того, чтобы добраться до нее с удобствами. Мадемуазель дюшатле хотела, чтобы я нанял лошадь. Я не мог согласиться и был прав. Я лишился возможности насладиться последним в своей жизни путешествием пешком, так как не могу назвать путешествиями небольшие прогулки в окрестностях, которые я совершал, пока жил в Мутье. Мутье швейцарская деревня между Навшательским озером и отрогами Юры в долине Травер, почему называлась также Мутье Травер. В ней нашел убежище 1762-1765 годы Руссо, когда подвергся гонению за издание Эмиля. О своем пребывании там Руссо рассказывает в 12 книге исповеди. Странное дело. Мои мечты становятся самыми приятными только в тот момент, когда мое положение наименее благополучно, и наоборот, они наименее радужны, когда все улыбается вокруг меня. Моя упрямая голова не умеет приспосабливаться к обстоятельствам. Она не довольствуется тем, чтобы украшать действительность. Она желает творить. Реальные предметы рисуются в ней в лучшем случае такими, как они есть. Она умеет украшать лишь воображаемые предметы. Если я хочу нарисовать весну, в действительности должна быть зима. Если я хочу описать прекрасную местность, я должен сидеть в четырех стенах. И я сто раз говорил, что если бы меня заключили в Бастилию, я создал бы там картину свободы. Уезжая из Леона, я предвкушал только приятное будущее. Я был так же доволен и имел на то достаточные основания, как был недавно расстроен, покидая Париж. Однако во время этого путешествия у меня не было тех сладостных мечтаний, какие сопутствовали мне в предыдущем. На сердце у меня было светло, но и только. Я приближался с умилением к прекрасному другу, которого мне предстояло снова увидеть. Я заранее предвкушал, но без опьянения, удовольствия жить подли нее. Я всегда ждал этого. Было так, будто со мной не произошло ничего нового. Я тревожился о том, что буду делать, словно было какое-то основание для тревоги. Мои мысли были спокойны и приятны, но невосхитительны и небесны. Все предметы, мимо которых я проходил, поражали мой взгляд. Я обращал внимание на пейзаж и замечал деревья, дома, ручьи. Я обдумывал направления на перекрестках, боялся заблудиться и не сбивался с пути. Словом, я не витал в эмпиреях. Я был там, где находился или куда шел, не дальше этого. Рассказывая о своих путешествиях, я поступаю так же, как совершал их, не спешу дойти до конца. Сердце мое билось от радости, когда я шел к моей дорогой маменьке, но я не прибавлял шагу. Я люблю идти неспеша и останавливаться, когда вздумается. Бродячая жизнь, вот что мне надо. Идти неспеша в хорошую погоду, по живописной местности, и знать при этом, что в конце пути меня ждет нечто приятное, вот условия существования, которые мне больше всего по вкусу. Впрочем, уже известно, что я называю живописной местностью. Никогда равнина, как бы прекрасна она ни была, не покажется мне прекрасной. Мне нравятся бурные потоки, скалы, сосны, темные леса, горы, крутые дороги, по которым нужно то подниматься, то спускаться, страшные пропасти по сторонам. Я вкусил это удовольствие и наслаждался им во всем его очаровании, приближаясь к Шамбери. Неподалеку от горы со срезанной вершиной, которая называется Паде Дешель, как раз под широкой дорогой, высеченной в скале, у местечка Шай, бежит и клокочет в глубине ущелья маленькая речка, словно потратившая тысячелетия для того, чтобы пробить себе путь. Во избежание несчастных случаев вдоль края дороги устроили барьер, благодаря чему я мог смотреть в бездну и испытывать головокружение сколько мне угодно. В моем пристрастии к кручим забавно то, что у меня от них кружится голова, и мне очень нравится это головокружение, лишь бы я был в безопасности. Крепко опираясь на барьер, я высовывал нос и стоял так целыми часами, глядя время от времени на пену и голубую воду, рев которой я слышал сквозь крики ворон и ястребов, перелетавших со скалы на скалу, из одной чаще кустарников в другую в сотнях туазов надо мной. Туаз старинная французская мера длины Около сожжения Там, где скат был ровный и кустарник достаточно редок, чтобы сквозь него могли пролетать камни, я ходил собирать самые большие, которые едва мог поднять. Я складывал их в кучу на барьере, потом, бросая их один за другим, наслаждался, глядя, как они катятся, отскакивают и рассыпаются на тысячу кусков еще до того, как долетят до дна пропасти. Ближе к Шамбери я наблюдал подобное же зрелище, но в обратном порядке. Дорога идет у подножья такого красивого водопада, каких я больше никогда не видел. Гора так крута, что вода отделяется от нее и падает аркой, настолько далеко, что можно пройти между водопадом и скалой, иногда даже оставшись сухим. Но если не быть достаточно осторожным, легко ошибиться в расчете, что и случилось со мной. Дело в том, что благодаря громадной высоте вода разбивается и превращается в пыль, и если подойти слишком близко к этому облаку, то сначала не заметишь, что попал под брызги, но скоро промокнешь до нитки. Наконец приезжаю, снова вижу ее. Она была не одна. Когда я вошел, у нее был в гостях главный интендант. Не сказав мне ни слова, она берет меня за руку и представляет ему с той приветливостью, которая открывала ей все сердца. Вот он, сударь, этот бедный юноша. Не откажите ему в вашем покровительстве на все время, пока он будет достоин его. Теперь мне нечего будет беспокоиться о его судьбе. Потом, обращаясь ко мне, она сказала, дитя мое, отныне вы принадлежите королю, поблагодарите господина главного интенданта, который дает вам кусок хлеба. Я смотрел широко открытыми глазами, не произнося ни слова и не зная, что подумать. Зародившееся честолюбие едва ли не вскружило мне голову. Я чуть не вообразил себя маленьким интендантом. Однако карьера моя оказалась менее блестящей, чем я ожидал, судя по такому началу. Но в данное время и этого было довольно, чтобы прожить, а для меня это было уже много. Вот о чем шла речь. Король Виктор Амедей на основании предыдущих войн и местоположения доставшихся ему от предков владений видел, видел, что рано или поздно они уйдут из его рук и искал только подходящего случая, чтобы выкачать из них все, что можно. За несколько лет до этого, имея в виду обложить дворянство налогом, он приказал произвести кадастровую опись всего королевства, с тем, чтобы при проведении обложения его можно было распределить более справедливо. Эта работа, начатая отцом, была закончена при сыне. Двести или триста человек землемеров, называемых почему-то геометрами, и писарей, именуемых секретарями, были направлены на эту работу. И в число этих последних маменька ухитрилась записать меня. Место, хотя и не особенно доходное, обеспечивало в той стране безбедное существование. К несчастью, работа была временная, но она давала возможность искать другую и выжидать. Маменька предусмотрительно старалась заручиться для меня особым покровительством интенданта, чтобы я мог по окончании этой работы перейти на какую-нибудь более солидную должность. Я приступил к своим обязанностям через несколько дней после приезда. Работа не представляла никакой трудности, и я вскоре с ней освоился. Таким образом, после четырех или пятилетних скитаний, без рассудств и невзгод, последовавших за моим отъездом из Женевы, я в первый раз стал честно зарабатывать кусок хлеба. Эти длинные подробности о моей ранней юности верно покажутся ребяческими, и это жаль. Несмотря на то, что в некоторых отношениях я от рождения был взрослым, во многих других я очень долго оставался ребенком, а в иных остаюсь до сих пор. Я не обещал читателям изобразить великого человека. Я обещал описать себя таким, каков я есть. А чтобы знать меня в зрелом возрасте, надо хорошо знать меня в молодости. Сами предметы обычно производят на меня меньше впечатления, чем воспоминания о них. Все мои мысли ничто иное, как образы. Первые штрихи, запечатлевшиеся у меня в памяти, остались там навсегда. Те же, которые появились впоследствии, скорее слились с первыми, чем изгладили их. Есть известная преемственность душевных движений и мыслей. Они последовательно видоизменяют друг друга, и это необходимо знать, чтобы правильно судить о них. Я стараюсь повсюду раскрыть первопричины, чтобы дать почувствовать связь последствий. Я хотел бы сделать свою душу прозрачной для взгляда читателей, и с этой целью стремлюсь ее показать со всех точек зрения, осветить ее со всех сторон, достигнуть того, чтобы в ней не совершалось ни одного движения им незамеченного, чтобы он мог сам судить о порождающем их начале. Если бы я взял на себя труд сделать вывод и сказал бы читателю «Вот каков мой характер», он мог бы подумать, что если даже я его не обманываю, то во всяком случае сам заблуждаюсь. Тогда как, излагая подробно со всей простотой все, что со мной было, все, что я делал, все, что думал, все, что чувствовал, я не могу ввести его в заблуждение, если только не стану намеренно добиваться этого. Но даже намеренно мне таким путем нелегко было бы его обмануть. Его дело собрать воедино все элементы и определить, каково существо, которое они составляют. Вывод должен быть сделан им самим. И если он тут ошибется, это будет всецело его вина. И так недостаточно, чтобы повествование мое было правдиво. Нужно еще, чтобы оно было точно. Не мне судить о значительности фактов. Я обязан отметить их все и предоставить читателю в них разобраться. Вот что я стремился до сих пор осуществить, прилагая к этому все свои силы, и в дальнейшем не отступлю от этого. Но воспоминания о зрелом возрасте всегда менее ярки, чем о ранней молодости. Я начал с того, что постарался воспользоваться последними как можно лучше. Если остальные вернутся ко мне с той же силой, иные нетерпеливые читатели может быть найдут их скучными, но что касается меня, я не останусь недовольным своей работой. Одного только приходится мне опасаться при выполнении задуманного, не того, что я скажу слишком много или солгу, а того, что не скажу всего и умолчу об истине. отменяйся.